Друзья, вы знаете, мне очень счастливо, потому что у меня очень талантливая команда. И сейчас они покажут тот талант, который они никогда не показывали. Итак, слушайте и наслаждайтесь. Смотрите, друзья, мы не пели только потому, что немного жалели вас. Просто услышав наши прекрасные пения, вы непременно потеряли рассудок. Тем более мы не хотели вас отвлекать от нашего юмора. Но вот теперь, когда настало время спеть, мы вам споем. Но перед тем, как мы споем, я хотел бы ознакомить вас с текстом песни, просто она на английском. Она... Вы все поймете, просто есть некоторые сложные слова, я вам сейчас переведу. If I should stay, то есть это если бы я осталась. То есть это женская песня, но как бы от нашего лица. Дальше I would only be in your way, но тут я не буду переводить, вам все понятно. Дальше So little I got by now, поэтому я уйду, но я знаю. Но есть учебники, в которых немножко другое значение. Последних двух слов, но я беру главный, по которому все идут, поэтому тут достоверный перевод. Ну дальше I think of you, я буду думать о тебе. И every step of the way, то есть на каждом шагу. И вот теперь, когда вы знаете, о чем будет эта песня, мы споем. Подожди, мне кажется, они не готовы. Я с тобой согласен. Потому что все в этой жизни познается в сравнении. И знаете, я хочу, чтобы вы сравнили, как есть и как будет у нас. Поэтому я хочу пригласить на эту сцену приму Киевского оперного театра Ирину, которая вам сейчас споет, покажет, как может быть. Прошу, пойте. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот вы сейчас прослушали пробник. Это вот жалкая копия нашего пения. Вы, честно, чуть нам не испортили музыкальный конкурс. Поэтому уйдите со сцены. Лучше уйдите со страны вообще, улетите. Ну что ж, теперь мы готовы. О, воды дайте. Воды, Саш. Все хорошо? Просто представил, как мы сейчас споем. Ты можешь продолжать? Я могу продолжать. Мы готовы. Стоп, съемка. Уважаемые зрители, у нас технические неполадки. И так всегда. Однажды нас пригласили спеть на день одного очень крупного города. И прямо на сцене ведущему в рот залетела ворона. И он не смог нас объявить. Ребята, можете продолжать. Можем, да? Ну что, друзья. Теперь мы споем. Ай, время, беспощадно. Знаете, мы не намерены забирать время у других команд, потому что в эту игру мы играем по-честному. Стадион Диброва мы еще споем. Стадион Диброва представляет. С момента, как Гарри Поттер закончил школу волшебства, прошло 10 лет. Время не жалеет никого и даже волшебников. Предлагаем вашему вниманию кабинет гадалки-колдуна и ясновидящего Гарри Поттера. Гарри Поттер и лысая магия. Значит, вот это, да? Да. Ага, значит, приступим. Пенсионерус! Значит, бабушка, вот здесь подпись сделайте, пожалуйста. Все, поздравляю, квартирка ваша. Значит, бабушка, на будущее. Сначала подписываем документик, а потом туда тю-тю. Договорились? Все, давайте, давайте, пока. А доверенность? А, в смысле, какая доверенность в связи? Все, давайте, пока, давайте, все. Так, кто там следующий? Добби! 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 смотря для чего нам нужно ваша магия а ну вот тут прям в точку значит у меня есть прескурантик значит выкатываю яичком перляк значит с моим яичком 70 с вашим яичком 50 значит отворот приворот вот могу гномика матюкливого вызвать могу магическую пленочку на телефон поклеить ну и тебя касается если вдруг там что-то с девочками не ладится могут чуть-чуть подшаманить вы же настоящий маг об этом свидетельствует ваш шрам на лбу а вот это да нет у меня в действии опель сбил слушайте ну у вас же есть настоящая волшебная палочка и вот это ребята вообще в каком вы столетии живете а вот настоящая волшебная палочка а как же заклинание патронус ну бачка реакция девять патронусов и никаких заклинаний знать не надо слушайте помогите нам мы команда стадион деброва мы из лиги смеха нам надо накладывать смешное выступление я чем конкретно могу помочь сделайте нас молдаванами ничего себе ребятки я как бы более простой способ значит делаем так вы показываете все что вы придумали а я вас палочкой подкорректирую не нет а я вас палочкой подкорректирую вот так раздуплист раздуплист поехали уважаемые маглы и профессор полякова вашему вниманию случай на таможне так сумочки проехали да документики проверили в принципе можете ехать стоять что внутри собаки покажите и проезжать я извиняюсь но она живая я понимаю вдруг в ней наркотики везете покажите что внутри собаки женщина не мающими голову давайте но как я вам покажу что внутри собаки выверни ее как это выверни показываю открываешь пасть засовываешь руку в собаку берешь за хвостик с этой стороны выворачиваешь я смотрю нету ничего проезжайте все не морочить мне голову давайте выворачиваете может есть какой-то другой способ вы чё хотите чтобы я на рентген его посадила что живодер по вашему или что я говорю собаку вывернула я не буду выворачиваете вы вызывайте подозрение собаку быстро поставьте хочу она у вас боком ходит я не знаю может пространстве потерялась забирайте собаку все в принципе можете ехать стоять чернявый мальчишка ваш сын да выворачиваете сына а мы наверно никуда не поедем сюда сына вашему вниманию предсвадебная встреча отцов молодожен нетрадиционной ориентации илья сергеевич отец жениха владимир александрович отец жениха дела ну говорите как узнал то вообще да как домой ехал с работы смотрю бигборд папа поздравляю там они вдвоем но думал друг с армии приехал может быть такое да может может быть так но приезжая домой цветы и шарики думал настоящий друг настоящий а потом они за руку как успокойся успокойся в одном не ошибся служили вместе мне моя то вообще ничего не говорила я знал он там за кем-то ухаживает даже деньги давал а спонсировал значит получается слушай там тамада спрашивает танец отцом кто кто танцевать будет да ладно минутный позор я станцию спасибо а фамилию пускай вашу берут нам такого счастья не надо фамилию вашу до такого счастья это нам ваш ромка дефекты не ну да я говорил присмотреть к антону сергеевичу третьего подъезда там мужчина статный аполлон знаете что паш виталька моему ромке вообще не роб мой димка рукой помани толпа мужиков стоять будет понял я уже вижу эту толпу ладно извини вот как страшный сон понимаете действительно только на чудо надеюсь я вот даже в ресторане заказал дополнительную порцию жду когда вот ворвется кашевой вас заказали я сядь женечка покушай нормально успокойся успокойся я домой не могу нормально прийти с меня тёща смеется теперь я тоже тёща я понимаю давай просто переживем этот день я завтра утром тебе торт сначала куплю две фаты и поехали ты чё делаешь а это гигиеничка вот откуда ноги растут да на улице миль давай ну шо ребятушки схема работы значит а теперь в конце балтовой номер давайте покажем все идите переодевайте значит так итак представьте мусора попытались задержать гарри поттера мусоране люди мусора собаки пожалуйста остановитесь ребятки я вас прошу ну такая хорошая песня давайте продолжим мусоране люди мусора собаки но вы же просто хотели документы проверить между прочим цены я вас первый остановил но вы просто по-дебильному выглядите а это я по-дебильному выгляжу да ну тогда продолжаем мусоране люди мусора собаки остановитесь ладно 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 скотина скотина ты же высос а я смотрю вас жизнь научить да хорошо давайте помниже ребятушки вот так поцелуйчики молодцы все отправляем завтра популярными проснетесь красавцы надо его догнать забрать телефон так черту телефон надо майора в человека вернуть товарищ майор вот что значит волшебная палочка я не понял что здесь происходит а вы кто такой я гарри поттер что нет ахаха это я гарри поттер слушайте да ты самозванец а ты дурак ты полностью на ах так тогда батл на волшебных палочка палочка волшебная юра как же батл слушайте ребята давайте с этой игры мы дальше пройдем без батла владушка ребятушки олечка женечка не как все нормально канадечка ребят стасик юра перестань пугать жюри а я не пугаю я намекаю что у меня вот здесь вот осталось ровно шесть патронусов юрий ткач стадион гиброва молодцы итак дорогие друзья вы знаете мы решили зробить и пародию на людину яка воспитала не одно поколение вот на доктора комаровского але я шо раніше и вирішила проблемы мамочок з їх детьми то зараз вирішу и проблемы мамочок з їх чоловеками поихали добрый вечер дамы и господа это вечерняя школа доктора комаровского в которой мы рассматриваем проблемы мальчиков за 30 и первая проблема что делать когда мой малыш подцепил тёлку с работы и что такое тёлка с работы предлагаю узнать у наших маленьких экспертов у меня есть друг сколько он подцепил тёлку с работы поэтому мне запретили с ним дружить а у никиты аж две тёлки с работы а у меня не одну я тоже хочу тёлку с работы ну а тёлки с работы я избавился уже очень давно вообще на тёлку с работы не иммунитет первая кто там сегодня обратился это елена елена вам слово вы знаете мне кажется мой малыш предлаз проложен к тёлкам с работы с чего такие выводы ну давайте начнем с того что я сама когда-то была для него тёлкой с работы как-то я заметил у него двухсмысленно смс некой Люде Люда давай займёмся сексом на работе ну я подумал я себе накручиваю правильно а потом потом я нашла у него царапки на спинке царапки на спинке это однозначно тёлка с работы есть конечно вариант что на него напала рысь но это мы рассмотрим детальнее после рекламы капает кран потёк холодильник кухня и вовсе разваливается а ему до этого нет дела есть решение два леща через два три просто так раз два просто как коту отрезаем и всё дамы и господа хочу сказать что когда ваш малыш похватывает тёлку с работы это нормально это значит что он растёт и развивается но самое главное ни в коем случае не забывать о профилактике и тут нам на помощь приходит народные средства это чесночный рацион давайте сразу запишем значит на первых чесночный чай на второе чесночный салат на третьих чесночный торт и на четвёртое чесночный лук но изначально нужно выяснить очаги возгорания данной заразы и хочу сказать что на первом месте у нас командировка тут уж вы никак не сможете проконтролировать вашего малыша и нам на помощь сразу приходит простейший способ зелёнка и самое простое её использование а спонсор нашей передачи ключ для закаток розовый фламинго розовый фламинго ключ для закаток дураки ну что ж дамы и господа хочу перейти уже к следующему этапу нашей программы и рассмотреть все варианты более детально прошу обратить ваше внимание на три типа тёлок с работы первый одинокая начальница обыкновенная второй тип выпивающая часто бухгалтерша и третий самый опасный вид молодая практикантка большегубка если первые два варианта активизируются во время зимних корпоративов то эту тварь надо щемить физически всегда ну что ж дамы и господа когда вы уже знаете все причины и все их решения можно сказать вы во все оружие берегите себя и своих близких будьте здоровы а а а а так если перевернуть 8 получится знак бесконечности бесконечность это возраст баклана баклан снимался в мухтаре мухтар это немецкая овчарка в германии 102 стадиона. 102 – это масса ткача. В слове Юрий Ткач – 4 гласных и 4 согласных. 4 на 4 – это внедорожник. Из этого вывод, что Юрий Ткач – это Нива. Блин, походу мы ничего не разгадали. Встречайте, стадион Диброва. Дамы и господа, перед вами стадион Диброва. Через мгновение вы увидите три юмористических номера. Итак, первый юмористический номер – человек, который не останавливается на полпути. Леха? Нет. Николай Палыч? Нет. Коля, муж Тамары? Тоже нет. Тамара? Вы, наверное, перепутали. Кто ж ты такой? Стой. Тебя зовут Глеб Егорыч? Да какой Глеб Егорыч? Ты физрук со 111-й школы. Да нет. Ты этот, как его? Клиаказябр. Что? Ты Юрий Ткач. Какой Юрий Ткач? Меня зовут… Молчи, как тебя зовут. Сейчас сам угадай. Молчи, сказал. Тебя зовут отец Григорий. Нет. Валера, Валера, любовь, надежда и вера. Ты? Какой Валера? Отстань. Да отстань. Кто ты тогда? Илья. Нет, таких не знаю. Чего ты пристал ко мне? Меня Его Бобу зовут. Будешь голосовать за меня на 19-м году выборы? Будешь? Вашему вниманию случай в уже знакомом вам подъезде. Да. Мужик, ты меня топишь. В смысле? Ну, в прямом у меня полная квартира воды. И что, это плохо или что? Ну, да. Не вижу в этом ничего плохого. Подожди. Мужик, перекрой экран. Ты что? Чего ты гнида такая, а? Чего это я гнида? Я тебе добро делаю, блин. У меня воды, пойми, дома много. Понимаешь? Я решил тебе немного подкинуть. Ну, это твое дело, лично. Перекрой экран, я тебе говорю. Чего ты заладил? Перекрой кран, перекрой кран. Чего я с рыбой буду делать? С какой рыбой? Которую тут развожу. У меня нерест вообще, это бизнес. Это во-первых. А во-вторых, куда утки вернутся с теплых краев? Все, вопрос закрыт. Давай, пока. Мужик, пожалуйста. У меня уже сын от воды, ну, понимаешь, сморщился. Ну, не ребенок, а маленький старичок ходит. Чего ты частишь? Чего ты орешь? Иди сюда. Просто вот, посмотри, видишь, там на горе возвышается крест. Поднимься так, солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде со мной. Понял? Это еще что? Партнер по бизнесу, Олешка. А что он кричит, как дельфин? Ну, у меня и дельфины есть. Подожди, что? Мне нужен был толковый партнер по бизнесу. Дельфины самые умные, мне капитающие. Это во-первых. Во-вторых, он как рыба в воде в этом деле. Понял? Слушай, мужик, ну ты весь подъезд уже затопил. Перекрой воду, а? Значит, давай сейчас то, что ты не мой сосед снизу. Да, я твой сосед сверху. Ты что, получается, полный дом воды набрал или что? Да. Давай я открою газ, у нас будет полный дом газировки. Давай просто гулять по воде. Гулять по воде со мной. Да, просто гулять по воде. Вашему вниманию заключительный юмористический номер. Людочка, закрывайся. Пять минут уже никого не будет все равно. Доктор, я успел. Я собаку свою хочу забрать. Напомните, пожалуйста. Пудель Ральф. А, Пудель Ральф. Все, берите, пожалуйста, забирайте. Закрывайся. Это не моя собака, это плюшевая собака. Ну, она сейчас спит. Вы дома придете, она будет дальше развиться, гулять. Забирайте. Нет, я вам сдавал живую собаку. Подождите, вы сейчас за кого спрашиваете? Пудель Ральф. А, я вспомнил. Он такой сидит, говорит, что я буду ждать? Пойду навстречу. Вы разминулись, он сейчас дома, наверное, ждет. Вы что, больной, что ли? Как собака разговаривает? Подождите, вы сейчас за кого спрашиваете? Пудель Ральф. А, он сейчас на вокзале ждет вас. Ему сказали, что вы умерли. Он сейчас сидит с грустными глазами, ждет. Там люди ходят, плачут все. Иди на вокзал. Это хатика. Вы сейчас за кого спрашиваете? Пудель Ральф. Пудель Ральф. А, я вспомнил. Заходил этот актер известный, как Баклан. Говорит, снимаем новый сезон Мухтара. Пудель Ральф быстро пробой прошел, контракт подписал, уехал сниматься. В Мухтаре немецкая овчарка. У меня Пудель Ральф. Да я ему тоже говорю, а он мне такой, мальчик, что ты понимаешь, в искусстве. Взял Пуделя под мышку, сделал сальто и ушел. Все. Вы что, вы издеваетесь? Я сейчас, я вызываю полицию. Подожди, 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 ты, давай честно, ты же в ветеринарку пришел, да? Да, ветеринар. Это соседняя дверь, это мой кабинет, я тут работаю. А чего вы мне мозги парите? Мне скучно просто. Я его Бобову, будешь голосовать за меня на выбор 19-м году? И в конце. Юра, большое тебе спасибо за сезон, все было круто. Но у нас есть член команды, который с тобой постоянно играл. Поскольку ты уже не наш тренер, он нам больше не нужен. Нам надо как можно мягче об этом сказать. Мы так, так сказать, подстелим, а ты подытожишь, хорошо? Кирилл! Кирилл, такое дело, короче, почему ты нам больше нафиг не нужен, понял? Вообще просто. Вы же говорили, что у тебя было плохое детство? Сейчас еще хуже будет. Сейчас ты прям дно пробьешь. Да, могло у тебя все поучиться, конечно. Ты мог стать успешным, но только с Юрой. А ему на тебя плевать вообще, ему пофиг на тебя, понял? Ты вообще железный просто. Ты реально, походу, Нива. Ну что ж, в конце сезона мы хотели сказать, что большое все... Подожди, подожди. Саш, ты же умеешь, успокой. Большое спасибо всем. Мы целый сезон старались. Мы много... Тебе с этим жить. Стадион Диброва, спасибо, сезон! Красавцы! Лучший театральный конкурс. Стадион Диброва. Церичанка. Ну и друг. Он нужен. Тут сидит человек, который участвовал непосредственно. Это Вова Дантес. Да. Вова, спасибо тебе большое. Это тоже тебе. И Володе Дантесу тоже это награда. Спасибо стадиону Диброву. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, дамы и господа. Перед вами стадион Диброва. Хочу напомнить, что в каждом выступлении мы используем настоящий пистолет. Рано, Саня. Рано. Нам безумно приятно выступать перед вами. Мы соскучились за Лигой Смеха. Саня, рано говорю. Но мы выступаем сегодня не одни, поэтому встречайте Гарри Кбирча. Добрый вечер, Одесса. Ну вот такая мы команда. Ну что ж, друзья. Что? Думали, я не знаю, с кем буду выступать. Я нормально подготовился. А еще что-то подготовил? Конечно. Я же еще пою. Песня. Прошу. Рая, рая, ты доледешь на меня до раю. Как минимум за это вы нам должны летний кубок. Ну что, стадион Диброва, мы соскучились. Начинаем. Спасибо. Спасибо. Дамы и господа, перед вами стадион Диброва. И сегодня вы увидите четыре юмористических номера. И первый юмористический номер вы увидите третий. Итак, случай у ворот рая. Вы кто? Да не ори. Петр я. Там ворота рая, там рая. Я Петр. Какой Петр? Ну не Алексеевич же. Апостол. Ну, я тогда пойду? А, куда пойду? Подожди. Забивать кто будет? В смысле? Забивать кто будет, говорю. Подожди. На вот мяч. Забиваешь, в ворота рая проходишь. Давай. Чего? Вы серьезно, что ли? Ну да. Не, ну нас внизу по-другому учили. Вы Библию неправильно перевели. Давай, забиваешь, гол проходишь. Давай. Бей. Опа. Ладно. Опа. Давай. Ну. Оп. Оп. Все, не забил, гори воду. Все, иди. Да вы что? Я вел праведную жизнь. Я не грешил. Я в церковь ходил. Слушай, это зря. На футбол надо было ходить. Все, иди, гори воду, говорю. Давай, все, пока. Блин, надо было спыра бить. Подожди. Ты же этот, Гарик Бирча, да? Ну. Слушай, а можно, Софи? Пожалуйста, можно? Просто мне никто не поверит, что тебя после Витальки в рай направили. Давай ляжем на облачках, как будто на зефире. Давай, давай. О, хорош. Есть. Слушай, как попал сюда? Да лига смеха, стадион Дипро. Вы прямо на сцене застрелили. Так они же холостыми стреляют. Что ты здесь нагонял? Дамы и господа, на очереди четвертый юмористический номер. Случай в кабинете мэра любого украинского города. Пап. По-моему, стол чем-то воняет, а вы понюхай, а? Слушай, я к тебе по-другому вопрос. Что? По какому? Эээ, когда ты уже... Что? Ну, скоро ты... Что? Крякнешь. Ты чё, сын? Ты как с отцом разговариваешь, что ты себе накрутил, а? Я работать хочу. Как работать? Ты же работаешь. Ты же занимаешься этими, как их там, ну, вкусненькие такие, наверное, как... А на наркотики, вот, ну. У меня есть клиентов, только ты и дядь Юра. Ну, бабло-то капает. Пап, я хочу мэром. Мэром? Ты знаешь, что мэр — это ответственная должность. Я, между прочим, за последнее время получил 7 инфарктов. Да, 6 из них, когда Зеленский приезжал в город. Там 2 на мосту и 4 в аэропорту. Невоста аэропорта в городе нет, но что-то кольнуло, не знаю, еле выжил. А седьмой? А седьмой инфаркт — это с лосихой боролся за соль. Так, о чём ты же спрашивал, я не... Ты сын же. Мэром хочу стать, говорю. Мэром? Зачем тебе мэром, сынок? Ты понимаешь, что тебе надо сначала зарегистрироваться, и в честных выборах победить отца. Ага, есть вариант, что ты меня... Конечно, есть вариант, что я тебя грохну, да. Но не без рисков. Чего ты? Давай не мэром, давай будешь заммэра. Давай. Мэром? Очень хорошо. Витя, зайди ко мне, Витя. Значит, познакомьтесь, это заммэра Витя. Витя? Это же Витя? Витя, да. Это сын мой. А чё я всё время? Сын да сын, да? Тебя как зовут-то? Егор. Егор? Это я тебя назвал? Да, оригинально. Так, Витенька, ну дай-ка сюда. Значит, смотри. Сейчас берёшь и шмаляешь в пузо Витя. Зачем? Ну ты хочешь быть заммэра? Вот шмальни в пузо Витя. Давай, шмальни прямо в десяточку. Шмальни вот сюда в пупок, чтобы разворотило, всё вывалилось. Давай, шмальни в пузо Витя, давай. Я не буду этого делать. Потому что ты слабак. А вот Витя шмальнёт в тебя, не предупреждает. Да. Посмотри на него, это же гнида. Вот лицо морального урода, пожалуйста. Официальное причём, скотина. Молодец, иди. Так. И это только первый уровень. Людочка, а ну-ка позови ко мне пенсионерку из приёмной. Старвирина, 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 старвирина. Вот, пожалуйста. Ты понимаешь, о чём она говорит? Нет. Нет. А мне с ней нужно общаться. Старвирина, 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 старвирина. Старвирина, 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 старвивина. Вывод. Пойдут заниматься наркотиками. Юдочка, а позови колосиху. Душа жаждет реванша. Дамы и господа, настало время второго юмористического номера Случай страховой кампании Одессы Здравствуйте О, здравствуйте Опять? Что на этот раз? Сгорел Это не страховой случай, помажь себе сметанку и иди домой Не я сгорел, Миша А че Миша сам не пришел? Миша пришел Как я должен понять, что это Миша? А, свидетельство, держите о смерти Ага Я, Миша, сгорел, впоследствии чего умер Ты че, издеваешься или что? Ты издеваешься? Ты вчера приходил ко мне с ведром воды Говорил, что Миша утонул Утонул Позавчера Приходил с кроссовками, говорил, что его альбатрос унес Унес А сегодня пепельницу мне вывалил Как вы смеете, пепельница про Мишу Хорошо, рассказывай, как это случилось Мы ехали в Одессу на машине Решили поехать через самые-самые глухие села Там просто дорога лучше И тут, представляете, машина заглохла Мы пошли в поселок попросить этого, помощи А там как раз инквизиция, ведьму жгли Миша зеленоглазый был чертяка И любопытно его, короче, сожгли И он еще земля круглая Еще есть версия? Есть Миша В детстве сжег муравью Прям целые семьи Брал лупу и сжег муравьев Я говорю, Миша, не делай Оно же вернется Я возвращаюсь в гостиницу Вот тут Смотрю, наш номер горит Я сразу понял это муравьев Ну, а кто ж еще? А что? Ну, они уходили организованной колонной Из-под двери Часы наручные Миши нанесли Трофейные Иди давай отсюда, пожалуйста, да? Можно последнюю? Давай последнюю Миша лежал на пляже в Одессе Отдыхал, никого не трогал Тут два больших вертолета Несли большое стекло Труханову на дачу Луч солнца через стекло Хренах, вот Сожгли, да? Я муравей изжег Мишу Миша, я почти договорился Идем мы, я Я рано вышел А сколько денег можете? Идите оба отсюда, я вам говорю Дамы и господа Наконец-то первый юмористический номер Случай в уже знакомом вам подъезде Да? Здрасте Здрасте Я Рома Очень приятно Я хочу сделать предложение вашей дочке У меня нету дочки Да прекращайте Зовите невесту Нету никакой дочки, говорю А че блинами пахнет из квартиры? Просто завтрак готовлю себе Ваша дочка не умеет готовить? Больной, говорю, нету дочки А кто есть? Сын 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 не подходит Кто еще дома есть? Жена О, жена замужем? Ты идиот, иди давай отсюда Ты кто такой? Мужик, не гони меня, не гони Просто послушай мою историю И потом суди как хочешь Я пытался уйти от любви Я брал острую бритву И правил себя Я укрылся в подвале Я резал кожаные ремни Стянувшие слабую грудь Мужик, я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой Я так хочу быть с тобой И я буду с тобой, мужик Ты больной, я вызываю полицию А, ты так решил, да? По ментам Хорошо, я то я сейчас наберу Скажу, что ты закрыл Держишь плену мою невесту Свою же дочь Закрыл ее Где? Что ты рассказываешь? В комнате закрыл В какой комнате? В комнате с белым потолком С правом на надежду В комнате с видом на огне С верой в любовь, мужик Все Это что, на утилу что ли? Да, я Вячеслав Бутусов Приходите на концерт Ну что, Огесса, большое спасибо вам Мы очень сильно скучались за вами Ребят, ну отдайте я все-таки спою, а? Ну Как, песню свою будешь? Ну конечно, свою песню Свою точно? Ну да, но все же ее знают А да секунду подожди Что? Сейчас, сейчас, сейчас Ну это-то зачем уже, ну? Ну послушай, мы холостыми стреляем А в зале наверняка у кого-то боевые есть Давай, пой, пой, пой С вами был Стадион Дюброва Спасибо за внимание Стадион Дюброва Игорь Квиркс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok